Всем доброго времени суток! С вами Санит Машика, и сегодня у меня для вас новости на 26 число, 2 месяца 22 года. Как и ожидалось, Барыч притащил Прайм-версию мутатора для снайперок. Для коллекции взять можно, хотя на практике такой мод вряд ли пригодится. Однако такой мутатор вообще не тратит вместимость, если его не прокачивать. Среди прочего товара можно отметить гравманический разряд и вожак стая Прайм, а также оружие. У остальных Прайм-модов приоритет пониже, а косметику брать можете на свой вкус. Еще на ПК запустили Фомарианца, потому можете забрать катализатор Оракен. Прокачанную версию брони Протовир уже разослали тем игрокам, которые при прохождении второго испытания ее не получили. А вот что касается стрима сообщества, то на этой неделе трансляцию решили не проводить, из-за уважения к текущим мировым событиям. Потому тот же дроп из реакторов и катализаторов состоится на следующей неделе, равно как и объявление победителей зимнего конкурса DADU. В дополнение к этому, DE пожертвовали 100 тысяч долларов канадскому Красному Кресту для финансирования гуманитарной помощи Украине. Насколько мне известно, есть и другие игровые студии, которые таким занимаются, типа Bungie и Ubisoft. Ввиду такой ситуации я хотел бы напомнить, что обсуждать политику в игре не стоит, мне уже написали вчера про банца неудачную шутку. Есть немалая вероятность заработать внимание модерации или получить жалобу от других игроков, так что учитывайте. Политическим анализом я тут заниматься не буду, но от себя добавлю, что на данный момент у меня в Симферополе все нормально, по большей части. Но ситуация в целом выходит ужасная, потому надеюсь, что все прекратится как можно скорее, для блага всех нас. На этом от меня все, потому всем всего, всем удачи и всем пока.